После этого, используя базу НАИС, это база Министерства внутренних дел, инспектор устанавливает владельца данного автомобиля. Закон предусматривает, что постанова составляется на владельца данного автомобиля. После чего инспектор составляет постанову, одну из копий он ложит под лобовое стекло автомобиля. Далее, в течение трех дней наша админкомната вторую копию постановы отправляет по месту регистрации, по месту жительства владельца транспортного средства. Обязательно с заказным письмом, тогда мы будем понимать, человек получил это постановление, либо нам приходит уведомление, что человек отказался от получения письма. Если человек отказался от получения письма, это не освобождает его от ответственности. Главное, чтобы у нас было подтверждение. В перспективе у инспекторов также будет право эвакуировать транспортное средство в случае особо серьезного нарушения, поделился представитель департамента. Закон наделяет право инспекторов с паркования эвакуировать автомобиль, если он суттево нарушает, препятствует движению транспортных средств. Однако мы эвакуацией займемся чуть-чуть попозже, когда, мы надеемся, будут приобретены эвакуаторы. Руководство департамента планирует постепенно наращивать штат инспекторов. Сейчас мы планируем до конца года набрать 10 человек. Еще 10 человек. Если получится с финансированием и со всем остальным, то больше. Ну давайте наберем 10. На следующий год мы планируем порядка 50 человек набрать. А по оценкам экспертов, которые у нас в городе работали, они говорят, надо порядка 120 человек. В департаменте отмечают, что самоцельного ведения не составить админпротокол, не оштрафовать, а обезопасить людей, создать комфортные условия в городе, чтобы транспорт мог беспрепятственно проезжать, а люди могли спокойно переходить улицы. Проблемный участок у нас это центр города. То есть это основной кричущий проблемный участок. Нарушений очень много, люди стоят под знаками, люди стоят возле пешеходных переходов, на пешеходных переходах, на перекрестке и тому подобное. То есть нарушений массы работы очень много.